Добрый день, уважаемые зрители! С вами, как всегда, Юрий Бочаров на канале Турагентства в отпуск. И я продолжаю знакомить вас с отелями Хургады. И сегодня хочу показать вам весьма интересный отель. Называется он Мираки Резорт. Отель предназначен только для взрослых детей. До 16 лет он не размещает. Согласитесь, само определение отель для взрослых вызывает интересные ассоциации. Но поверьте, ничего общего с фильмами для взрослых или магазинами для взрослых такие отели не имеют. Единственное их отличие от обычных – это полное отсутствие детей. Так что в первую очередь этот отель предназначен для молодежи, для любителей потусить, потанцевать, послушать хорошую музыку и завести новых друзей. Если же вы планируете свой отдых с детьми, то присмотритесь другим отелям, обзоры которых и есть на нашем канале. Или пишите нам в WhatsApp или Telegram, телефон сейчас на экране. Подберем отель с учетом ваших пожеланий и посчитаем стоимость тура в него с вылетом из вашего города. А для тех, кому все-таки нужен молодежный отель, мы продолжаем. Итак, Мираки Резорт позиционирует себя как клубный отель с самым большим пляжем на Красном море. Четырехзвездочный курорт – все включено с пятизвездочным сервисом. Я искренне не понимаю, почему это четыре звезды. По моим ощущениям, это полноценная пятерка. Отель очень популярен, забронировать его можно только заранее, как минимум за месяц. Входит в сеть Sunrise. Построен в 1985-м, последняя реновация проводилась в 2019-м. Сейчас выглядит свежо и современно, с массой дизайнерских штучек. Впрочем, дизайну в отеле уделяют особое значение. Все выдержано в так называемом «Боха-стиле», сокращенно от «Богенны». Расположен в 15 километрах от аэропорта в самой Хургаде – старой части города. Если выйти из отеля, повернуть налево и пройти полтора километра, то вы попадаете в Хургада-сити-центр – большой торговый центр. Вай-фай бесплатный на всей территории отеля и даже в номерах. Один из главных плюсов отеля – большая зеленая тенистая территория. Редкость для пустынного Египта. Такого количества пальм я не видел ни в одном отеле Хургады. Идеальная подстриженная газонная трава, много прогулочных дорожек. При этом площадь территории всего 48 тысяч квадратных метров. Но маленькой она не выглядит. По еде. 8 ресторанов, из которых платно только один – морепродукты. Ужин на двоих обойдется в нем примерно в 100 долларов. Остальные бесплатно. Часть из них можно посещать без резервации, а в некоторые необходимо записаться через приложение. При заселении вам выдадут QR-код, по которому вы сможете зарегистрироваться в приложении и распланировать посещение ресторанов на весь период отдыха. Если же вам лень, можете посещать те, куда записываться не надо. Еда вкусная, много рыбы, есть красная. Каждый день готовят блюда на гриле. Если не придираться, еда достаточно разнообразная. Очереди были только за яичницей во время завтрака. Пляж огромный, его протяженность 2,5 километра. Свободные лежаки есть всегда. Есть небольшой пирс и живой коралловый риф. Глубина достаточная для купания. При отливах дно не обнажается. А вот качество песка оставляет желает лучшего. Он твердый, больше похож на глину. Вход моря с берега вполне комфортный, но кое-где попадаются остатки кораллов. Так что советую использовать специальную обувь. Есть горки, их всего две, но в отеле для взрослых они в общем-то и не нужны. Отель работает по системе, все включено. Но алкоголь бесплатно только до полуночи. И это вызывает массу негатива в отзывах. Согласитесь, это действительно странно. В тусовочном отеле перестают наливать в самый разгар веселья. Всего 12 баров. Два больших бассейна. Один из них с подогревом в зимний период. Часы работы с 10 утра до захода солнца. Возле каждого бассейна есть бар и пункт выдачи полотенец. Много лежаков с мягкими матрасами всегда есть свободное. По развлечениям. В течение дня вас будет развлекать команда аниматоров. Все мероприятия проходят ненавязчиво и отлично организованы. Каждый вечер шоу программы. Я не любитель анимации, но глядя на это, честно говоря, мне захотелось присоединиться. Но главная фишка отеля – это вечеринки под открытым небом, на которых перед вами выступят диджеи и артисты со всего мира. Но есть и недостатки. Музыка на дискотеке нравится далеко не всем. Если вы не любитель суперсовременной музыки, то вам может и не зайти. Много спортивных мероприятий. Аэробика, футбольная площадка, два акриловых теннисных корта, пляжный волейбол, ночной волейбол, тренажерный зал, турники на открытом воздухе, настольный теннис, бильярд, дартс и аэрохоккей. Водное развлечение. Соревнования по аква-аэробике, плаванию, водному полу, бесплатное ознакомительное пробное погружение, плавучий настольный теннис и плавучий пинг-понг. За дополнительную плату. Дайвинг, парасайлинг и виндсерфинг. Состоит из трехэтажных корпусов, 596 номеров, 6 типов комнат. Минимальная категория «Трипл Трабл», переводится как «тройные неприятности». 36 квадратных метров. Двуспальная кровать и односпальная для неожиданного гостя, как написано в описании номеров на сайте отеля. Этот номер трехместный, но есть точно такие же номера, но поменьше. 25 квадратных метров. Дабл Трабл Рум. Двойные неприятности. Двухместный. Это минимальная категория номеров. Балкон или терраса в каждом номере. Вид на сад, на бассейн и на море. Следующая категория номеров «Зе Джипсер Рум». От 27 до 35 квадратных метров. Выглядит интереснее. В отделке больше дерева. Дизайн номеров на 5 баллов. Необычно и стильно. Вся мебель деревянная. Кровать как бы парит в воздухе. Но шкафы без дверей. Пол, стены и даже стол. Все это единая конструкция, выкрашенная белой краской. Необычно, но понравится далеко не каждому. Сдалека красиво, но если присмотреться поближе, заметны косяки, неровности, сколы краски и потертости. Кроме того, на белом полу всегда будет оставаться пыль. И естественно, выкрашенный пол убивается быстрее того же ламината. Именно по этой причине, несмотря на экстравагантность этого номера, я бы предпочел ему стандартный. Номера небольшие, сейф бесплатный, мини-бар пополняется водой, пивом и лимонадом. В антресоле дополнительное одеяло на случай прохладной погоды и подушки. В ванной комнате душевая кабина. Здесь тоже нет плитки. Стены, как и в номере, просто выкрашены белой краской. Это дорогие номера, Miraculous Room. Их всего 46, от 33 до 39 квадратных метров. Есть балкон или терраса с мягкой мебелью. Здесь еще больше дерева в отделке. Но тот же принцип, крашенный пол и деревянная мебель. А вот потолок в стиле лофт. Утюг и весы по запросу бесплатно. Wi-Fi в номерах ловит нормально. Напомню, он бесплатный. Есть фен и банные принадлежности. Шампуни, гели и мыло. Есть халаты и тапочки. В целом я остался доволен увиденным. Если закрыть глаза на некоторые недостатки, о которых я говорил, то отель вполне пригоден для отдыха. И ничуть не уступает большинству пятерок Хургады. А это, напомню, всего лишь 4 звезды. Ну что ж, друзья, самый молодежный тусовочный отель Хургады. Тот редкий случай, когда отель не рассчитан на семейный отдых, а именно предназначен для отдыха молодежи и более взрослых аудитории. Здесь постоянно развлечения для взрослых, анимация активная. Вечером обязательно дискотеки. Приглашаю диджея время от времени. В общем, ребята, рекомендую отель для молодежи, для тех, кто хочет отдохнуть от детей, в том числе своих. Если остались вопросы по отелю, задавайте их в комментариях. Если интересует цена, пишите WhatsApp или Viber. Телефон оставил под видео. Посчитаю цену тура в этот отель с вылетом из вашего города. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры отелей. С вами был Юрий Бочаров. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.